В сестрой стало уже доброй традицией, что в юбилейный день рождения члены городского совета ветеранов приходят в дом именинника с поздравлениями и подарками. 15 марта свое 90-летие отметил ветеран труда Анатолий Васильевич Киселев. Родился Анатолий Васильевич в Ленинграде. В возрасте 8 лет мальчика сиротел и попал в детский дом. В начале войны вместе с другими детьми был эвакуирован в Ярославскую область. В 1949 году переехал в сестрой, где и остался на постоянное место жительства. Окончил школу рабочей молодежи, затем класс мастеров. Трудился на сяськом целозно-бумажном комбинате в лесном цехе. За время своей профессиональной деятельности Анатолий Васильевич освоил более десятка рабочих профессий. За труд ветеран награжден несколькими юбилейными знаками. Имеет множество грамот и благодарности от руководства сяського комбината. Вместе с супругой Марией Федоровной воспитали двух дочерей. Были участниками молодежной программы. Без отрыва от производства строили квартиру, в которой и живут до сих пор. После выхода на пенсию Анатолий Васильевич вновь занялся строительным делом. И построил дом на дачном участке, где очень любили проводить время с Марией Федоровной. День юбилея на домашний адрес Анатолия Васильевича Ксилева поступили поздравления от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Уважаемый Анатолий Васильевич, от всей души поздравляю с замечательным юбилеем 90-летним со дня рождения. Вы прожили большую жизнь, в которой отразились судьбы нескольких поколений наших сограждан. Много утрудились, всегда находились в гуще общественно важных дел. И за это пользовались глубоким уважением окружающим. Примите мою искреннюю и сердечную благодарность за все доброе, что вы сделали и продолжаете делать на одной земле нашей. Желаю вам энергии, сил, чтобы продолжить ваш прекрасный жизненный путь благополучия, большого человеческого счастья. Губернатор Ленинградской области Александр Азенко. Но самые проникновенные и душевные слова ветеран услышит в субботу, когда за праздничным столом соберутся самые родные и близкие.